Куначество – своеобразная форма искусственного родства, побратимства. Это старинные кавказские обычаи, согласно которому люди становились друг другу словно родными по крови, когда вопросом чести и долга было оказывать друг другу помощь и защиту. Традиция куначества казаков и адыгов возрождается в Краснодарском крае. До этой цели в Северском районе на базе отдыха Поляна Убинская состоялась встреча участников волонтерского движения «Доброе сердце» Кубань и Центра адыгской культуры. Мероприятие организовано в рамках реализации совместной программы «Сохранение традиций куначества между адыгами и казаками среди детей и молодежи». Встреча началась с круглого стола, где были освещены вопросы возможностей сотрудничества в сегодняшнее время. Сегодня важно, чтобы дети дружили, знали. Они, конечно, дружат, но никакой розни нет. Нам бы хотелось, чтобы еще более это тесно было, и вокруг нас объединяли все другие народы. Начали именно здесь, на древней земле, где некогда жили адыги. Сегодня здесь живут люди разных национальностей. Кубань – край многонациональный. Но вот именно от уз казачества и адыгов зависит, на наш взгляд, все-таки зависит стабильность на Кубани. Словом «куначество» раньше определялось не просто гостеприимство или дружба кавказских народов. Это нечто значительно большее. Куначество предполагает практически родственные отношения. Помощь в любой, даже самой сложной ситуации. Буквально верность до смерти. Мероприятие в Станице Убинской первое такого рода. Здесь присутствовали казаки местных казачьих обществ, руководство азовского сельского поселения, научные сотрудники кубанского казачьего хора, историки. Осуществляем эту программу мы по благословению его высокопроизвещенства митрополита Исидора. Родилась такая мысль – осуществить программу по сохранению традиций куначества между казаками и адыгами среди детей и молодежи. Вот это первое у нас такое событие, первое мероприятие. В него входит и круглый стол научного плана, и выставка оружия народов Кавказа, и старинные игры детей адыгских и казачьих детей. Сама встреча и ее программа – не команда сверху, а личная инициатива организаторов. В рамках встречи было запланировано множество разнообразных мероприятий, раскрывающих культуру обеих народов. Например, детский коллектив Центра адыгской культуры продемонстрировал стать и грацией в адыгской лесгинке. В дальнейшем организаторы планируют привлекать студентов и, возможно, провести фестиваль.